твои ощущения о городе сочи белые ночи темные ночи если ночью потерял ты что-то в сочи днем с огнем уже не сыщешь это точно ну что могу сказать город мне понравился прям вот такой вы знаете ощущение что побывал вот за границей правда не выезжая страны вот ощущение что попал в загранку какой-то вот смешение вот для меня это смешение трех или даже на четырех городов это вот что-то от ялты что-то владивостока счета что-то замешано нам старом бакси сарае вот кривими маленькими улочками где пролазит еле-еле только один автомобиль это поджал зеркала боковые плюс еще вот это все сверху отполировано таким московским таким вот ласком европейским таким дал таким вот шиком таким блеском ну классно очень красиво необычное сочетание много необычных сочетаний когда стоит пальма над ней возвращается елка тут же вот они прямо в обнимку стоят да ты идешь по улице но для нас это необычные растения кругом и всюду вот эти вот какие-то странные какие-то кустики пальмочки эти круто потом видно что город ухоженный видно что город ну то есть за городом следят как сказал наш вот хозяин нашей гостинице где мы проживаем говорит очень мало криминала в городе только скажем так за этим здесь очень строго следят власти эти моменты контролируют в городе жить спокойно можно и запасу покой надо забыть мы заказа хлопнуть машину не бояться что что-то из нее пропадет во всяком случае центра где-то города без проблем единственное что меня смущает как человека который за рулем так скажем вот пример улице это дырка в заборе это улица это улица там шагнул и упал потому что это даже не хоть восток дыркаешь не крестишься одной ногой на тормоза а второй вот чтобы только машина удержалась колесами возможность ходить то трудно не то что там держаться вот еду и плачу что жив да остался от радости это сложный рельеф города вот такой вот очень я уже не видно да это да быстрее спустимся даже аккуратно пожалуйста то что пусть действительно это вот мне допомнила владивосток проспект красоты даже еще круче да отель светится дорогие нибудь вот здесь вот здесь вот свет во всяком случае есть он можно на фоне города давай учитывая сложные люди города достаточно тяжело ориентироваться вот именно по дорожным развязкам по дорогам особенно когда ты здесь в городе новый и ты за рулем сам то есть если ты приезжаешь все-таки с туристом здесь наверно лучше быть либо как мы с навигатором да или водителем каким-то чтобы расставлять эти точечки быстренько и ориентироваться куда тебе надо ехать либо ехать уже без машины спокойно когда тебя на автобусе такси довезут ну готов вот на самом деле это интересно все города таких квадратно-гнездовые делаются просто прямо налево-направо все здесь нету здесь поворот еще либо такие вот прямых дорог практически нету либо вот если напрямую подъемом и спуском либо это вот такой вот горизонтали либо это крутой город это весело нет Снимает еще? Она снимает еще Она снимает еще? Да, просто экран Я тут затринделся, понимаешь? Мне камера намекает как бы хоре болтать парнишам Короче, мне очень понравилось Вот правда Я бы сюда с удовольствием еще раз приехал Ага Может быть даже жил бы здесь Прям круто, действительно круто Очень интересно Какая большая город Даша, тебе понравилось? А что тебе понравилось в этом городе? Не знаю Вот именно с точки зрения ребенка Вот Я еще добавлю В центре города У меня была возможность в свое время побывать В Каннах, в Ницце На южном Средиземноморском побережье Франции Вот Очень схожие ощущения Вот особенно вот Центр города Вот это вот туристическая зона Прям вот Действительно Ничуть не хуже А в каких-то местах даже действительно и покруче Потому что Вот оно Более что-ли презентабельно По-русски сразу Размахнуло Знаешь так Вах Чтоб красиво было Всем красиво было Чтобы вот Глаза резала Вот так вот Там прям Слезы из глаз текли От красоты Не бывало Вот мне Мне понравились Вот Маскабы Он Большой еще На горе Да Угу Как ты говорила Может быть Землетрясение Да Угу А вот Тут Такие огромные здания Высокие Да Кстати да Вот еще кстати Действительно интересное наблюдение Мы привыкли как-то вот после Крыма К маленьким городам Ну Да Вот Вообще Тарай Маленький город Все города Маленькие Компактненькие И ты приезжаешь в какой-то другой город И ожидаешь там будет такой же вот маленький Компактный Особенно вот курортные города Да А тут Еще На горе На горе На горе На горе Огромные Да Прямо город А мне очень понравилось Что здесь вот именно На той же самой набережной Можно Вот с детьми пойти погулять Супер просто Вот сегодня Дашке дали ролики И она на этих роликах Готово Есть где Ребенку Вот с ребенком погулять Ну да В прогулочную зону В прогулочную зону Вот эти гипотипедные дорожки Вот этого всего вот Ну просто вот навалом Так скажем Еще возле Там фонтаны Вот такой Фонтаны Да Вот очень много еще фонтанов Да Вот фонтанов очень много И все работают И все работают Да И как-то видимо хватает и воды И электричества Для того чтобы моторчики крутились Крутились Никто не жлопится На эту На эту тему Всем все хватает Город видимо богат Вот То есть вот все это Вместе Это вообще не богатого города В общем Изобилие И процветание Этому Городу Все О Я вас подсветил как раз Можно что-нибудь сказать Еще Вот жалко здесь не видно Всю ширину улицы Вот в которой едва помещается наш автомобиль Да И это все Вот знаете Вот как Вот эти вот многоэтажные Трех-четырех-пяти этажные гостейцы То есть здесь В котором даже живут люди И они выстроили гостиницу И отдают ее И вот Ну И как вот это Я вас просто удивляюсь На каждом На каждом квадратном месте Вот эти вот биллы Вот Вот И наш домичек Ну еще Вот сегодня Как было тепло Вот Помнишь Сегодня жара Какая была Так Комаров Что такое Ну все Репортаж окончен Да Репортаж окончен Мы пришли домой Честно говоря Живем как раз вон туда Вот выход На Замечательный Красивый Ночной Город Сочи А он может быть с балкона Потом покажем панорамку Все Выключаю Это Уезли Выключай У нас Елед и Эта 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 Б pain Продолжение следует...